Приветствую вас уважаемые друзья и зрители моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться одним очень вкусным и быстрым рецептом приготовления моего любимого блюда. Для данного блюда нужно всего лишь два ингредиента. Это свиная домашняя колбаса и килограмм картофеля. Данное блюдо можно готовить как на обед вторым блюдом или как на ужин основным блюдом. Картофель нарезаем мелкой соломкой, а домашнюю свиную колбасу нам нужно отварить. Нарезал картофель такой соломкой, подготовим противень, застелил в вафельное полотенце. И теперь картошку высыпаем на вафельное полотенце и немножко ее просушим. Минут 10 просушим данный картофель, пока наша плита нагреется до температуры 180 градусов. Прошло 10 минут. Теперь картофель высыпаем на противень. Аккуратненько, ровно раскладываем. Наливаем немного растительного масла и хорошенько перемешиваем. После того, как хорошенько перемешаем, убираем в духовку на 180 градусов примерно минут на 30. После того, как колбаса закипела, обязательно убираем всю лишнюю пену и провариваем колбасу примерно 15 минут. Прошло 15 минут. Выключаем колбасу. Колбаса отлично сварилась. Теперь сливаем полностью воду и остужаем колбасу, чтобы можно было с ней дальше работать. После того, как колбаса остынет, мы уложим ее к нашему картофелю, чтобы она немножко подколеровалась. 30 минут картофель простоял в духовке. Теперь немного его подсолим. Соли добавляем по вкусу. Добавляем также черный перец. Перец также добавляем по вкусу. Перемешиваем картофель. Для удобства берем ножницы. Отрезаем по одной колбаске и раскладываем сверху на картофель. Разложив картофель на противень, включаем духовку на 220 градусов. Включаем конвектор и убираем все в духовку на 10 минут, чтобы наша колбаска заколеровалась. Прошло 10 минут и вот такая красота у нас получилась. Если хотите, чтобы колбаски были более румяные, то можно подержать еще плюс 5 минут. Но, как по мне, блюдо полностью готово и можно приступать к его дегустации. Теперь попробуем, что у нас получилось. Очень вкусный аромат, очень приятный завучилась наша колбаска. Если вы любите более сухой картофель, то можно было его еще подержать минут на 10 побольше. Я люблю, когда картофель более мягкий. Картошечка получилась очень вкусно. Теперь попробуем колбаску. Почему я предварительно ее отваривал? Чтобы при запекании было меньше жира. Более диетическое питание, так сказать, получается. Отлично и очень вкусно все получилось. Поэтому, друзья, рекомендую, попробуйте приготовить по моему рецепту. Я даю 99%, что вам это понравится. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч!